Барабзисайстан. Я снова приветствую наших друзей, телезрителей, всех тех, кто нас смотрит и поддерживает, кто болеет за нас и все время вместе с нами. Сегодня у нас в гостях на нашей передаче, которая называется «Ерозанг. Мечта» Анна Сергеевна, руководитель директор образовательного языкового центра М-Скул. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Очень приятно познакомиться. Спасибо, что пришли. Мы вообще разговариваем на нашей передаче о мечтах. Вообще, как появилась вот эта идея создания этого образовательного языкового центра? Было ли это вашей мечтой или все-таки это было как бизнес-проект, будем называть? Могу ответить на этот вопрос так. Изначально, наверное, это больше было как мечта, потому что очень-очень часто занималась с детьми, просто немножечко в другой сфере. Тоже, можно сказать, в образовательной, но преподавала сама лично немножечко другое, более творчество. Когда уже появились свои дети, конечно, захотелось развить здесь, именно в нашей стране русский язык, потому что здесь немножечко этого мало. Ну и в итоге это стало как бизнес-проектом. Вы же армянка. Да, по нации, да. Почему именно центр по изучению русского языка? Ну не только, английский язык у вас тоже есть. У нас есть и английский язык, у нас в перспективе также мы будем все равно открывать еще и армянский язык в нашей школе и последующие разные языки. Почему именно русский язык? Смотрите, я русскоговорящая. Я из России. У меня ребенок также русскоговорящий. И вот здесь сложно найти именно педагогов в нашей стране, которые являются носителями языка. Наш центр, Эмскул, именно предоставляет родителям тот шанс, чтобы здесь родители, которые приехали с России, или те же русские семьи, те же армянские семьи, которые хотят обучаться именно в русских школах, пришли к нам, и мы им дали именно те знания, которые могут получить они именно, чтобы находились, вот допустим, они жили бы в России. У нас педагоги квалифицированные, русские по национальности. Они у нас работают по методике российской. Также у нас идет своя еще методика. Мы, у нас наша именно авторская методика, у нас погружение, глубокое погружение в языковую среду. То есть ребенок пришел на русский язык, у нас педагог на русском языке говорит только, вот на уроке русского языка только русский язык. На уроке английского языка аналогично только на английском языке, чтобы ребенок больше и, ну, смог это воспринимать. А дети, которые приходят к вам в центр, то есть они в школе изучают, например, русский язык, как иностранный язык, и ваш центр приходит как за дополнительными уроками, или, может быть, в их школе совсем не преподается ничего? Смотрите, у нас есть разные группы. У нас большой акцент вообще поставлен на подготовке к школе, то есть это детки от 4 лет до школьники. Мы их подготавливаем именно там, у нас идут все различные задания. После этого у нас находятся группы, у нас есть дети, которые ходят уже в школу, это уже школьники, начальные школы, средние классы и уже старшие классы. Они у нас приходят именно, чтобы подтянуть язык, чтобы выучить его грамотно, чтобы разговаривать грамотно, чтобы понимать письменность. Но мы это всему помогаем. Также английский язык и для взрослых у нас есть. У нас английский язык преподается не только детям. У нас есть взрослые группы, куда могут прийти за любым уровнем английского языка, как разговорного, так абсолютно разного. Поговорим о конкуренции. Мы знаем, что в любом городе, в любой стране существуют разные центры, разные подходы, разные методики, программы. То есть как вот обстоит дело? То есть чем мы будем, так скажем, заманивать потенциальных маленьких студентов к нам в центр? Смотрите, по поводу конкуренции. Я сама лично, когда еще, даже не думала открывать такое заведение. Здесь на самом деле нет таких мест, таких центров, где педагоги являются носителями. Наш плюс именно в том, что мы являемся носителем языка. Наш педагог, он с русским образованием, он носитель языка. Он предоставляет детям именно ту информацию, которую он может воспринимать правильно. Он слушает этот язык правильно, он пишет на нем правильно, он учится говорить на нем правильно. Мало здесь таких мест, поэтому насчет конкуренции ничего такого не могу сказать на самом деле. Чего не хватает сегодня центру? Что бы хотелось видеть, иметь? Что бы хотелось видеть? Очень бы хотелось, конечно, видеть очень много деток, которым мы должны и очень хотим дать правильное образование, правильную речь. Мы к этому и идем. Мы хотим также в будущем развить это все, чтобы открыть уже и филиалы. В будущем самое большое, что бы я хотела, чтобы из этого всего получилось, это уже открыть большую школу. Школу, именно русскоязычную школу. Общеобразовательную. Общеобразовательную, да, да, да. Чтобы деткам было куда ходить, чтобы это не были только армянские школы. Да, мы также, естественно, будем преподавать и армянский язык, но у нас акцент в нашей школе идет именно на русский язык. Как вы думаете, Армения готова именно вот к таким русским школам? Знаете, ну, она должна быть готова к ним, потому что мы все-таки соседи с Россией, мы дружим с Россией. Тут в основном очень большое количество населения, приезжие также, очень много туристов. Откуда? С России. Очень многие люди переезжают к нам в страну, и им просто некуда ходить. А мы как раз даем им этот шанс, чтобы их дети не оставались безграмотными, не оставались без образования. Мы стараемся им дать именно то образование, которое им нужно. Регионы. У нас в Армении существует проблема, что все-таки регионы имеют меньше возможностей изучать языки. Не думали о том, что возможно когда-нибудь открыть и там филиалы, в регионах? Ну, да, конечно. Мы в дальнейшем это тоже рассматриваем. Просто изначально мы пока начали с Еревана, со столицы страны. После этого у нас уже пойдут по районам. У нас планы открыть в районах филиалы. После районов уже мы пойдем, конечно, по регионам. Потому что очень многие ездят даже с районов, им, допустим, сложно приехать в центр города, где у нас находится центр. Также после там с других районов, не то что районов, с других регионов, они же не будут ездить в Ереван. Мы также будем открывать там это все. Но это немножечко позже. После районов мы уже пойдем дальше. Вы буквально вот недавно открылись. То есть вы совсем молодые. Да, нам всего два месяца. Всего два месяца, да. Но амбиции уже как бы, как будто вам уже 20 лет образовательного процесса. Да. Это радует. Сегодня вообще, когда родители приводят детей в ваш центр, что самое главное для родителя? Самое главное для родителя – это чтобы ребенок от нас не ушел без знаний. Я как родитель не хотела бы отдать ребенка и просто заплатить, грубо говоря, деньги. Чтобы просто отдала деньги. У меня ребенок пришел как без знаний к вам, так и ушел без них. Нет, для нас не это главное. Для нас главное, чтобы мы отдали ребенка в школу уже с отличными знаниями. Или подтянули, когда ему нужно. Это самое главное. Вы разделяете? То есть мы можем считать, что ваша следующая мечта именно этого центра – это расшириться, размножиться, да, чтобы открыть больше филиалов. Естественно, как можно больше детей пригласить и обучить вашим знаниям. Да, конечно. А у вас есть своя собственная мечта? Вот если мы уберем образовательный центр, ваша мечта? Моя собственная мечта? Ну, у меня единственная сейчас мечта, так как я являюсь мамой, чтобы просто дети все были здоровы, и все – это самое главное. Какая еще может быть мечта? Я благодарю вас за сегодняшнюю нашу беседу. Спасибо. Я надеюсь, что мы в любом случае оставим ваши контакты. Ваш центр называется МСКУЛ. Он по какому адресу находится? Мы находимся по адресу МЭСРОП МАШТОЦИ, 4. Это прямо рядышком с посольством России. Нас очень легко найти. Прекрасно. Мы под нашим эфиром оставим ваши контакты. Присоединяйтесь, записывайте своих детей, обучайте, образовывайте. И получайте хорошие результаты и знания. Спасибо вам большое. Очень приятно. Взаимно. Спасибо большое.